Наблюдаем ранние возрастные изменения, то есть здесь в основном, когда мы с вами говорим, смотрим на таких пациентов, основное это небольшое перемещение жировых компарментов, это кожа, да, у нас с вами кожа здесь провисает, здесь уже отоняет мышцы. И на самом деле, вот если мы говорим, там ранние 35-40 лет, это, конечно, те пациенты, которые, ну, прямо они очень хороши для контурной пластики, им показана контурная пластика, она будет давать им такой хороший эффект, и здесь мы с вами можем работать по проблеме, да. Если мы с вами говорим, вторая стадия, умеренные возрастные изменения от 45 до 60 лет, то здесь уже более глубокие заломы, здесь уже у нас с вами идет, например, те же самые вот, когда углы нижней челюсти, да, подбородки, мы начинаем с вами вытянет. Ну, понимаем, что здесь проблема-то, например, не только в жировом увеличении объема жировой клетчатки, да, но здесь у нас с вами еще дополнительно и провисание мышц и плотизма, и гигастрикус, и гипоглосус, то есть это все дает нам нечеткий овал лица, который мы будем укреплять с помощью препарата Демая, например, да, и делать небольшие такие процедуры. Я не говорю про повышенный индекс массы тела, да, и небольшие процедуры, там, дренажные или липолитические. И третья стадия, выраженные уже изменения, то есть здесь это, конечно, пациенты от 55 и старше, но это не те пациенты, которых мы с вами берем на процедуру контурной пластики без предварительной подготовки. Здесь пациенты должны быть готовы, и очень часто их заявки, они не дают нам с вами возможность, вернее, их ожидание от процедуры не всегда нам с вами дают возможность это сделать. Кроме того, помним, что чем старше пациент, тем хуже кровоснабжение, тем хуже отток, тем выше риск гематомы и меньше эффект. То есть с такими пациентами, конечно, уже там каким-то одним шприцом, там совсем уже практически ничего невозможно сделать. Типы старения. От типа старения мы с вами, то есть от стадии старения там бьем работу, да, а типа старения это глубина видения и выбор препарата. Усталый тип старения, он характеризуется, как правило, это, ну, большинство типов, да, то есть в основном все начинают с усталого типа, дальше там уже могут переходить какие-то смешанные, информационные или там подобные. Как правило, это пациенты, которые всегда держат одну и ту же массу тела. В чем их, в чем хороши эти пациенты? Эти пациенты хороши в том, что у них не нарушен венозный отток. У них артериальный приток и венозный отток абсолютно одинаковые. То есть у них застой идет как в артериальном звене, так и в венулярном звене. И такие пациенты, они, ну, это им правда, знаете, им можно работать по проблеме. Вот она пришла, делали носогубную складку. Вот им бессмысленно пытаться через колы работать, приподнимать носогубную складку, потому что, как правило, у них очень плотные мышцы, у них мышечный каркас средней толщины, и как-то переместить на мышцы с вами с помощью контурной пластики, что-то там поводить, это, конечно, невозможно. Поэтому это такие очень хорошие лица, которые нам с вами не дают отеки. Препараты выбираем среднего G-prime. Вот, вводить мы с вами можем на любую глубину, хоть на костничную, хоть там внутридермальную, как угодно. То есть это пациенты, которые прям созданы для процедуры контурной пластики. Их небольшое количество по статистике в среднем где-то около, сейчас скажу, около 12, да, около 12, 12,9% это вот таких пациентов с усталым типом старения. Мелкоморщинистый тип старения. Значит, это пациенты, у которых плохой тургор. То есть у них тургор плохой за счет того, что у них мало гиалуроновой кислоты. У них гиалуроновой кислоты вообще никто никому никогда не подсчитывал гиалуроновую кислоту. Пациенты с мелкоморщинистым типом старения, это, конечно, те пациенты, которые вообще предназначены для гиалуроновой кислоты. То есть гиалуроновая кислота была создана, можно сказать, для них, потому что гиалуроновая кислота, она способна притягивать и удерживать воды, но эта вода должна быть изначально. Но таких пациентов какая проблема? Такой тип лица, он характеризуется спазмом кровеносного сосуда, то есть артериального звена, и в результате этого мало вообще жидкости. Поэтому основная задача, конечно, работать с таким пациентом, в первую очередь, это улучшить кровообращение. Например, если вот когда ко мне приходит такой пациент, я всегда там люблю начинать или с РФ терапии, или с карбокси терапии, то есть вот именно поработать с артериальным винулярным звеном. Второе. Для того, чтобы провести хорошую контурную пластику, объемное моделирование для таких пациентов, то мы с вами должны вначале, мы должны дать ту воду, которая натянет препарат в контурной пластике. Без подготовки биоревитализации таких пациентов брать не очень правильно, потому что не будет хороший эффект. То есть здесь нужно обязательно провести процедуру биоревитализации. Либо совместить биоревитализацию вместе с контурной пластикой. Например, с такими пациентами я одновременно работаю Princess Filler и Princess Rich. Princess Rich – это биоревитализант, частично стабилизированный глицеролом, 20 мг глицерола, а Princess Filler – это препарат контурной пластики. Почему именно эти два препарата? Потому что препарат Princess Filler и препарат Princess Rich, они имеют одинаковый PH и одинаковую осмолярность. Они друг у дружки не будут тянуть воду. То есть препарат Princess Rich, он натянет, увлажнит, а препарат Filler, он уже даст структуру и даст вот такую умеренно волюмизирующую активность, которая необходима данным пациентам. Таким пациентам прекрасно подходят техники армирования. Очень хорошо. Делать армирование в конце курса биоревитализации. Если вы таких пациентов берете изначально на процедуру контурной пластики, ну допустим, первая была заявка, она пришла к вам удовлетворить ее требования, что касается контурной пластики. Здесь нужно обязательно правильно подобрать препарат с невысоким G-праймом, чтобы препарат у нас с вами не давал. Это препарат не плотный, препарат не вязкий, с невысокой степенью ретикуляции. Иначе у таких пациентов можно увидеть эффект тендаля. Вот, то есть это пациенты тоже хороши для контурной пластики. Здесь есть много зон, которым мы будем работать с контурной пластикой, но препарат вот здесь должны выбрать с невысоким G-праймом. Препарат пластичный и подготовить таких пациентов к биоревитализации перед процедурой или совместить вместе с биоревитализацией. Деформационный тип старения. Вот это большинство наших с вами пациентов. Вот мелкоморщинистые – это 20%, 12%, 12,9% – это у нас с вами усталый тип старения. И деформационный тип старения – это у нас с вами приблизительно около 65% пациентов. Подавляющее большинство. Такие пациенты – это пациенты, у которых ткани пропитаны жидкостью. У них артериальный приток 2,5 раза больше, чем венозный отток. И 2,5 раза больше, чем артериальный приток при других типах старения. Это пациенты склонны к отечности и пастозности. Это тяжелые ткани, это гипертрофированная жировая клетчатка, это изменение черт. С такими пациентами можно работать контурной пластикой, но только очень аккуратно. В каком плане? Дополнительное увеличение объема может привести к еще более отечности. Введение препарата по уходу лимфатических коллекторов может привести к отечности. Малый эффект, да, то есть, как сказать, малокорректирующий эффект работы с такими пациентами. Я покажу технику, которая очень хорошо работает с этими пациентами, когда вы можете подтянуть, личико станет более худым таким. То есть здесь есть возможность работать с такими пациентами. Значит, что касается зоны, с которой работать, если к вам приходит такой пациент, и вы теряетесь изначально, да, вы не можете вот сразу как-то сказать, что вот вы сделаете, что сделать, то носогубные губы и морщины марионетки – это зона вообще превалирующая для работы с такими пациентами. Да, то есть вот носогубная складка – это сейчас не самое безопасное. Если вот мы начинаем с носогубного введения в препарат носогубную складку, то теперь вы знаете, что все стараются избегать носогубную складку, потому что это достаточно высокий риск. Да, эта зона такая не самая комфортная, и здесь не всегда, как сказать, хорошие результаты. У меня, например, косметологи, которые приходят на семинары, на семинары контурной пластики, и я говорю, на 3-4 семинаре я все жду, когда вы сделаете носогубную складку. Вы делаете хороший эффект в других зонах, но носогубную складку вы как бы не корректируете. Очень редко на самом деле идет коррекция носогубной складки. Это не та зона сейчас работы, которая вот лучше. Ну, если работать, то будем работать к анюре. Про инструменты тоже у нас с вами все еще впереди. Вот, то есть здесь пациенты, они особые. Да, это наше с вами вот прям большое количество пациентов склонны к отекам. Небольшое количество зон для работы. Это пациенты, конечно, больше для дренажа. Вот дренажные у них дает лучший эффект. Дренаж и потом контурная пластика, последующая контурная пластика, она даст, конечно, более выраженный результат, чем вот. Просто непосредственно работайте только с ним. Мускульный тип старения. Это азиатский тип старения. Азиатский тип старения характеризуется тем, что очень плотно мышцы срочены. Все ткани очень плотно срочены. И тренды, когда у нас с вами пришли препараты азиатского производства, это азиатские тренды на костничное ведение, это азиатские тренды большого количества препаратов, это азиатские тренды высоких же правил препаратов. Потому что за счет определенной ткани, да, спаянности ткани, за счет строения черепа у азиатского типа, да, монголоидной расы, да, череп вогнутый. Поэтому небольшой объем веденных препаратов, это их техника непосредственно средне-зрачковой. Это непосредственно работа с мускульным типом старениями, с азиатскими лицами. Потому что у них череп немножко по-другому, у них профилировка лица отречается от европейской. Значит, что касается работы с такими лицами. Здесь один-два шприца, это вообще ни о чем. Азиатские тренды косметологии начинаются от трех шприцов. От трех. То есть, соответственно, если вы будете работать с такими пациентами, то у вас объем препарата, он тоже должен быть правильно рассчитан. Второй момент. Это препараты должны быть или с высоким G-праймом, или это препараты вы вводите достаточно поверхностно. То есть, вы работаете в подкожно-жировой клетчатке или в поверхностно-жировых пакетах. Я работаю препаратами принца с такими пациентами. Я люблю препараты принца с такими пациентами по той простой причине, что есть возможность именно моделирования лица. Например, некоторые просят подчеркнуть, некоторые просят, например, нивелировать особенности этнической группы. И препараты принцесс, они позволяют работать в самой безопасной зоне. Самая безопасная зона работы препаратами контурной пластики – это подкожно-жировая клетчатка. Когда мы работали на уровне подкожно-жировой клетчатки, осложнений было мало. Просто, это просто, ну, как бы единицы где-то, когда-то ты там услышишь про какое-то осложнение. Сейчас абсолютно любая конференция, абсолютно любая компания читает осложнение. Не потому что это вот такой вот тренд, это воскресенье, потому что осложнение стало больше. Кто бы что бы ни говорил о том, что сейчас большое информационное поле и там какое-то осложнение таскают по везде, и кажется, что их больше, я могу по своей практике сказать, по практике консультирующего специалиста, который консультирует осложнение. Осложнение возросли, процент осложнений возрос. Даже за последнее, ну, если, например, говорить о том, что я в компании работаю 7 лет, осложнением я там занимаюсь 4 года, компания развивается, я тоже развиваюсь, как бы больше косметологов, я могу, тут процентное соотношение. Но я вам могу сказать, что за последние с мая месяца процент осложнений, он очень сильно возрос. Да, то есть даже за такой небольшой, короткий промежуток времени. Вот поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok